МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «События недели» в студии Москва-Баку с аналитическим обзором самых значимых событий прошедшей недели обозреватель портала «Москва-Баку» Владимир Сухой. Сегодня в нашей программе. Кандидаты в президенты Франции вдруг нежданно-негаданно решили передать Карабах Армению. Пора слезать с нефтяной иглы. Совещание по развитию ненефтяных отраслей. Все готово к началу четвертых игр исламской солидарности. Открылся международный турнир в памяти знаменитого азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. На финише президентской гонки во Франции вдруг нежданно-негаданно появилась новая тема – Нагорный Карабах. Два кандидата в президенты, бывший премьер-министр Франсуа Фион, представляющий правую партию республиканцы, и кандидат от ультраправого национального фронта Марин Ле Пен, оказались одновременно прозорливыми и чрезвычайно решительными в определении судьбы Карабаха. Его необходимо, дескать, присоединить к Армении. И все дела. Франсуа Фион заявил, что в апреле 2016 года в условиях безразличия со стороны мировой общественности Азербайджан попытался отобрать Карабах у Армении силой. А в целом Нагорно-Карабахский конфликт возник после того, как Сталин фактически отнял Карабах у Армении и присоединил к Азербайджану. Марин Ле Пен решила не отставать от соперника в этом вопросе. В интервью изданию Nouvelle d'Arménie она заявила, что более приемлемым вариантом Карабахского конфликта, чем независимость для Карабаха, стало бы согласие между Арменией и Азербайджаном, которое позволило бы воссоединить Нагорный Карабах с Арменией. Почему кандидаты в президенты Франции в преддверии первого тура выборов стали делать такие рискованные заявления? Ларчик открывается просто. Слова французских кандидатов предназначены прежде всего армянскому лобби. Это просто богатые политические и финансово влиятельные лобби, и высказывая такие суждения, Фион и Ле Пен хотят, конечно же, заручиться поддержкой их деньгами. И эта апелляция в сторону армянской общины Франции в принципе вполне понятна. Но согласитесь, что для политика, который планирует быть избранным на высший пост и выстраивать свои отношения с тем же Азербайджаном – это достаточно рискованные заявления. К тому же Франция остается одним из трех сопредседателей Минской группы АБСЕ по Нагорному Карабаху, и продемонстрированный в ходе президентской гонки подход к данной проблеме Франсуа Фиона и Марин Ле Пен явно не вяжется с позицией АБСЕ и той ролью, которая в Минской группе играет Париж. Практически в ходе каждой избирательной гонки ведущие французские политики по традиции пытаются разыграть армянскую карту, для большой остроты добавляя к ней тему Нагорного Карабаха. Так в свое время поступал Николай Саркази. И относительно недавно армянские сайты писали о том, что Франсуа Аланд заявлял в бытность кандидатам к президенту о необходимости сначала определить статус Нагорного Карабаха, а затем уже заняться освобождением пяти оккупированных районов. В пылу борьбы кандидаты порой произносят многие вещи, которые после победы на выборах они нередко предпочитают срочно забыть. Так происходит не только во Франции, но и в других странах. Так устроена мировая политика. Поэтому невозможно представить, что в случае победы Франсуа Фиона или Марин Ле Пен на выборах кто-то из них заявит о том, что Карабах нужно признать армянским. Это невозможно, потому что невозможно никогда. Так что прозвучавшие во Франции в эти дни громкие заявления по Карабаху станут не более чем еще одной иллюстрацией того, что в борьбе за голоса избирателей в ход идут все средства. Когда президент Азейбаржана недавно был с официальным визитом во Франции, Франсуа Аланд говорил только лишь о мирном разрешении Нагорно-Карабахского конфликта необходимости активизации минской группы АБСЕ. Азейбаржан двумя руками за это. Ильхам Алиев резюмировал тему Нагорного Карабаха таким заявлением. Азейбаржан ни на шаг не отойдет от своего суверенитета и территориальной целостности. Это было послание всем, в том числе и сидящему рядом с ним Аланду, которому тогда оставалось несколько недель до окончания президентского срока. В этой ситуации примечательна позиция Баку, который, осознавая свою правоту, проявляет хладнокровие в ожидании нового хозяина Елисейского дворца. Азейбаржан известен своей дружественной политикой по отношению к Пятой Республике. В Баку, благодаря первому вице-президенту Азейбаржана Михребан Алиевой, действует французский лицей, французско-азейбаржанский университет, французский культурный центр и в целом межгосударственные связи находятся на весьма высоком уровне. Конечно же, Баку неприятно удивлен заявлениями кандидатов в президенты Франции по вопросу Нагорно-Карабахского урегулирования. Но в Азейбаржане прекрасно понимают, что все это лишь предвыборная риторика. Здесь необходима определенная сдержанность. Она у Баку есть. И это на данный момент очень разумно. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга в среду ответила на вопрос корреспондента Москва-Баку, возможно ли в ближайшее время встреча на уровне глав МИД России, Азейбаржана, Армении или любая другая встреча по Нагорно-Карабахскому урегулированию, ответила следующее. Я могу сказать, что вероятность контактов, упомянутых вами по Нагорно-Карабахскому урегулированию, такая вероятность существует. Пока конкретных очертаний, о которых можно было бы вас проинформировать, нет. Но еще раз хотел бы сказать, что вероятность такая есть. И если только появятся какие-то более конкретные данные, то, безусловно, мы вас проинформируем. Отвечая на другой вопрос корреспондента Москва-Баку, будет ли обсуждаться во время встречи в Москве главы МИД России Сергея Лаврова и генсека БСЕ Ламберта Заньера на Нагорно-Карабахское урегулирование, Мария Захарова предположила, что среди прочих проблем также может быть затронут и этот вопрос, учитывая то, что сейчас он представляет особую актуальность. Напомним, что сопредседатели Минской группы АБСЕ в марте побывали в Баку, Ереване и в Нагорном Карабахе. По итогам встреч сопредседатели распространили специальные заявления. Американский сопредседатель Минской группы АБСЕ Ричард Хогланд также заявил, что в ближайшее время в Москве пройдут переговоры глав МИД Азербайджана и Армении для обсуждения условий будущей встречи президента Азербайджана и Армении. Но МИД России данную информацию так и не подтвердил. Разговоры о том, что главы МИД России Азербайджана и Армении могут провести встречи в трехстороннем формате, ведутся с прошлого года. Однако ни в Гамбурге в декабре 2016 года на Совете Министров иностранных дел стран АБСЕ ни на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале текущего года встреча в таком формате так и не состоялась. Русская же Православная Церковь на прошедшей неделе отреагировала на обращение председателя управления мусульман Кавтказа и других лидеров религиозных конфессий Азербайджана к мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека в связи с хаджалинским геноцидом. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион Волоколамский сказал, что русская Православная Церковь против всякого насилия, преследования и дискриминации. Нагорно-Карабахский конфликт болью отзывается в нашем сердце, потому что жертвами этого конфликта стали невинные люди с обеих сторон, отметил Иларион. Митрополит также указал на важность урегулирования конфликтов справедливыми и мирными путями в соответствии с нормами международного права. Он выразил надежду, что Азербайджан и Армения при поддержке мировой общественности и религиозных лидеров найдут вариант урегулирования, который будет служить интересам двух народов. После апрельской эскалации конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Армении закупили в России большое количество переносных зенитных комплексов. Об этом на прошедшей неделе сообщил заместитель начальника войск противовоздушной обороны вооруженных сил Армении. После апрельских столкновений были сделаны соответствующие выводы и предприняты шаги для ускорения процесса модернизации и оснащения систем ПВО передовых подразделений современными средствами. Мы закупили достаточно большое количество переносных зенитных ракетных комплексов Игла-С и Верба, которые уже задействованы в боевом дежурстве, сказал представитель вооруженных сил Армении. О возможных закупках ПЗРК Игла-С стало известно еще в феврале 2016 года. ПЗРК же Верба в вооруженных силах Армении упоминается впервые. При этом Ереванские средства массовой информации не без гордости констатируют, что Армения стала первой страной, которой Россия согласилась, дескать, продать ПЗРК Верба. Возможная установка ядерных боеголовок на полученные Армении из России ракеты «Искандер» грозит ядерной войной в регионе. Об этом говорится в статье, опубликованной в середине прошлой недели американской газеты «Вашингтон Таймс». Автор статьи напоминает, что президент Армении Серж Сарксян стал угрожать азербайджанской стороне, заявив, что Армения может нанести ракетный удар по инфраструктуре Азербайджана. Подобные заявления, отмечает американское издание, вызывает беспокойство не только в Баку и во всем регионе, но и в Вашингтоне. На Капитолийском холме была проведена дискуссия, в ходе которой было указано, что новое оружие угрожает европейской стабильности, ставит союзников США на грань риска. По мнению автора статьи, подстрекательская риторика Сарксяна разрушает пропагандистский миг о том, что захваченная Арменией азербайджанская территория является независимой республикой. В самом начале прошедшей недели президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в городе Евлах республиканское совещание экспортеров ненефтяной продукции. Это было первое республиканское совещание такого рода. Почему именно в Евлахе? Последние годы для ускорения социально-экономического развития Евлахского района предприняты многие важные шаги, реализованы как экономические, так и социальные проекты. В этом районе уделяется большое внимание развитию всех ненефтяных отраслей. Поддержка предпринимателей – один из приоритетных вопросов в районе. Аранский центр регионального развития в Евлахском районе построен и сдан в пользование предпринимателям. Накануне совещания в этом центре была открыта выставка ненефтяной продукции экспортного направления. На выставке представлено около 450 наименований продукции свыше 60 компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, в том числе вина, чай, плодовощную продукцию, минеральные воды, соки, мед, сладости, текстиль. Эта продукция наряду с поставкой на местный рынок экспортируется и в страны Европы, СНГ, Россию, США, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и другие страны. Что касается ненефтяного сектора в целом азербайджанской экономики, то за три месяца текущего года он вырос на 2,4%. Ненефтяная промышленность выросла на 2%, сельское хозяйство на 3,5%. В течение трех месяцев было создано более 80 тысяч новых рабочих мест. Торговый оборот увеличился на 15%, а торговый экспорт примерно на 50%. Импорт сократился на 17%. Экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 44%. Положительное сальдо превышает сегодня в Азербайджане 1 миллиард долларов. Практическая поддержка, оказываемая предпринимателям, их работа и вкладываемые инвестиции дают основания говорить, что в будущем экономика страны будет развиваться за счет реформ, инноваций, технологий и ненефтяного сектора. Инвесторы вкладывают и вложат в экономику страны инвестиции на сумму примерно 1 миллиард 250 миллионов монатов. В этом году фермерам будет передано примерно 150 тысяч гектаров новых орошаемых земель. Передача такого объема орошаемых земель в течение одного года – это поистине историческое достижение. Уже сегодня Азербайджан смог диверсифицировать свой экономический потенциал. В настоящее время 65% экономики обеспечивается за счет ненефтяного сектора. Бренд «Made in Azerbaijan» пользуется успехом в мире. В некоторых странах созданы торговые дома Азербайджана. Однако предпринимателям нужна дополнительная поддержка, чтобы они могли поставлять свою продукцию на иностранные рынки. Это приносит валюту в страну. Конечно, большая часть экспорта пока связана с нефтью и газом, что, наверное, естественно для нынешнего периода, поскольку идет наращивание нефтегазового потенциала страны. Однако, одна из предстоящих задач заключается в том, чтобы слезть с нефтяной иглы, добиваться диверсификации экспорта. В последние годы по линии Национального фонда помощи предпринимательству государство предоставило предпринимателям на очень льготных условиях кредиты на сумму более 2 миллиардов монатов. Оказываемая предпринимателям политическая, моральная, финансовая поддержка, реформы, направленные на развитие предпринимательства, это сегодня основные факторы, придающие импульс развитию ненефтяного сектора в Азербайджане. Конечно, говоря о развитии предпринимательства, обязательно необходимо отметить программы регионального развития. В 2004 году была принята и реализована первая, в 2009 – вторая, а в 2014 году – третья программы регионального развития. Первая и вторая программы были перевыполнены. В настоящее время идет реализация третьей программы. С 2004 года по настоящее время в Азербайджане реализованы все основные инфраструктурные проекты. 13 лет назад страна импортировала электроэнергию, а сейчас она уже экспортирует ее. Построены и сданы в эксплуатации около 30 электростанций. Газификация в Азербайджане достигла 92%. Доведение газификации до 92% – большое достижение вообще-то для любой страны. После принятия первой программы были проложены дороги протяженностью более 11 тысяч километров. Дороги, связывающие Азербайджан со всеми соседними странами, либо сданы в эксплуатацию, либо близкие к этому. На республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахе Ильхам Алиев призвал проживающих за рубежом азербайджанцев помогать родине. Проживающие за границей азербайджанцы, особенно живущие в СНГ, активно занимаются бизнесом, обладают большими возможностями. У диаспоры есть большие торговые сети. Они импортируют продукцию из разных стран мира. Президент пригласил диаспору больше импортировать товаров из Азербайджана, особо принимая во внимание, что сейчас возможности азербайджанских экспортеров расширяются. Президент Азербайджана также отметил необходимость развивать в стране табаководство, но при этом предупредил о вреде курения. У табаководства в Азербайджане большой потенциал. В этом году табак выращивается на территории в 3 тысячи гектаров и будет получено 3 или 4 тысячи тонны. Поставлена задача в короткие сроки увеличить эту цифру до 10 тысяч тонн. Конечно, должно быть предусмотрено строительство новых современных фабрик по производству сигарет. Нет, не для того, чтобы граждане больше курили. Президент заметил, что это плохая привычка и выразил надежду, что в Азербайджане число курящих сократится. Он сам не курит и никому не советует. В рамках поездки в Явларский район президент принял участие в открытии нескольких важных объектов. Сданы в эксплуатацию два дорожных проекта. Было отмечено, что благодаря реконструкции участка между городом Мингачевир и железнодорожной станцией Мингачевир, автодороги Мингачевир-Бахран-Теле обеспечено удобный и беспрепятственный проезд граждан в направлении государственной границы с Грузией. Нашла решение реконструкция Варваринской гидроэлектростанции, которая бездействовала на протяжении многих лет, а сейчас энергетическая мощность этой станции составляет 18 мегаватт. Было подчеркнуто, что реконструированная Варваринская гидроэлектростанция позволит вырабатывать ежегодно в среднем около 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, было открыто современное рыбоводческое предприятие в Евлахе. Это крупные предприятия, в которые вложены большие инвестиции. Предприятие обладает огромным экспортным потенциалом. Часть производимых на Варваринском рыбоводном предприятии Мальков-Осетровых будет оставляться на предприятии, а часть – выпускаться в Куру для восстановления биоресурсов Каспийского моря. В Азербайджане прошли широкомасштабные военные учения. Согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим вооруженными силами Ильхамом Алиевым, плану с 16 по 21 апреля в стране прошли широкомасштабные военные учения. Цель учений – проверка боевой готовности войск, организация управления силами и средствами, их взаимодействие в условиях, максимально приближенных к боевым. Как сообщила Миноборона Азербайджана, на учениях были привлечены до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем, залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты. В ходе учений были отработаны различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в сложных рельефных условиях. Были выполнены задачи по передислокации войск и пунктов управления в районы оперативного назначения, сбору и отправке мобилизационных ресурсов, созданию ударных группировок и их применению на избранных направлениях, переводу военной авиации на запасные аэродромы, а также выводу ракетных и артиллерийских войск на временные огневые и стартовые позиции. В ходе учений артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиации и другие подразделения специальных войск выполняли задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания. Особенностью действий на этих учениях была организация передвижения войск в темное время суток, что требует принятия дополнительных мер по светомаскировке. В ходе учений детально отрабатывались вопросы управления и взаимодействия войск, а ранее принятые решения уточнялись на макете местности. Первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета четвертых игр Исламской солидарности Михребан Алиева в пятницу провела заключительное заседание Оргкомитета Исламиады. Первый вице-президент Азербайджана отметила, что в 2015 году в Баку с большим успехом прошли первые европейские игры. Азербайджан организовал первые европейские игры на уровне Олимпийских игр. Это хороший пример для четвертых игр Исламской солидарности, которые наверняка останутся в истории. Председатель Оргкомитета четвертых игр Исламской солидарности подчеркнула, что Азербайджан – неотъемлемая часть мусульманского мира. Сегодня растет число сил, связывающих ислам с террором. Но ни у одной религии, в том числе у Ислама, не может быть никакой связи с террором. Религия сама по себе фактор, отвергающий террор и ислам, религия мира и милосердия. В четвертых играх Исламской солидарности ожидается участие более трех тысяч спортсменов, представляющих 57 стран. В течение десяти дней атлеты будут вести борьбу на 16 спортивных аренах в 23 видах спорта. В конце их предусмотрено вручение 1600 медалей. Соревнования будут освещать более одной тысячи представителей медиа. Ожидается, что четвертые игры Исламской солидарности будут смотреть в более чем 50 странах, в целом свыше одного миллиарда зрителей. А в эти же дни в азербайджанском городе Шамкир открылся четвертый международный шахматный турнир памяти знаменитого азербайджанского гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова. С 20 по 30 апреля борьбу за титул победителя мемориала Вугара Гашимова поведут 10 ведущих шахматистов мира, занимающих высокие места в рейтинге Фиде. Среди них россиянин Сергей Корякин, который долгие годы дружил с Вугаром, экс-чемпион мира Владимир Крамник, азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедьяров и Таймур Раджабов, американец Уэсли Со, болгарин Веселин Топалов, украинец Павел Ильянов, поляк Радослав Вайташек, англичанин Майку Адамс, а также представитель Индии Пентала Харикришна. Вугара Гашимова не стало в 2014 году. Его уход стал большой потерей для Азербайджана. Талантливый шахматист четырежды был серебряным призером молодежного чемпионата Европы, также входил в сборную страны, выступал на шахматных олимпиадах. В 2007 году команда Азербайджана с участием Гашимова завоевала бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а спустя два года она стала чемпионом Европы и именно Вугар тогда принес своей команде решающие очко в последнем туре. В возрасте 27 лет азербайджанский гроссмейстер скончался от тяжелой болезни. После ухода Вугара Гашимова в память о нем в Азербайджане проводится ежегодный шахматный турнир. Победителем первых двух турниров был чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен, а третьего состязания азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров. Согласно прогнозам специалистов, фаворитом нынешнего мемориала является американец Уэйс Лисо. На сегодняшний день его рейтинг равен 2822 баллам и он идет на втором месте в мировой классификации. О других событиях прошедшей недели, которые нам показались примечательными, расскажет моя коллега Анна Усанова. Четвертый международный шахматный турнир памяти знаменитого азербайджанского гроссмейстера чемпиона Европы Вугара Гашимова открылся 20 апреля в городе Шамкир. Среди тех, кто борется за звание победителя турнира, российские и азербайджанские гроссмейстеры Сергей Корякин и Шахрияр Мамедьяров. В интервью «Москва-Баку» Сергей Корякин рассказал о своих особенных чувствах, которые охватывают его каждый раз, когда он приезжает в Шамкир на турнир памяти его покойного близкого друга. А Шахрияр Мамедьяров рассказал о том, чего ждет от турнира. Стоит отметить, что в рамках турнира президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов поддержал идею о возможном переносе штаб-квартиры организации «Зафин» в Баку. «Отличное предложение», – сказал Илюмжинов. Правда, пояснил, что для этого необходимо, чтобы условия в Азербайджане были такими же, как в Лазани, то есть офис не облагался налогами. Российская звезда шоу-бизнеса Вера Брежнева на днях выступила с грандиозным концертом под названием «Номер один» на сцене Бакинского дворца Гейдара Алиева. Певица призналась азербайджанским зрителям, что именно Баку для нее является городом номер один. Концерт Брежневой состоялся в рамках культурно-развлекательной программы Бакинского шоппинг-фестиваля, проходящего в эти дни в азербайджанской столице. «Мы, женщины, любим шоппинг, и это наш праздник. Жаль, я не успеваю воспользоваться фестивалем. Сделайте это за меня, купите себе много красивого и яркого», – обратилась Вера к женской половине зала. Кстати, перед концертом Вера Брежнева приняла участие в эфире Бакинского радио, где специально для певицы была исполнена одна из самых известных азербайджанских народных песен «Сара Гялин», которая покорила российскую певицу. Если перечислить все бренды, которыми славится Россия, то в один ряд с «Космосом», «Балетом» и многими другими обязательно попадет государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Его искусство зрители всего мира встречают с неизменным восторгом уже 80 лет. Именно столько исполнилось в этом году первому и единственному профессиональному коллективу народного танца, созданному легендарным хореографом и педагогом Игорем Моисеевым. Художественный руководитель и директор ансамбля, народная артистка России Елена Щербакова в интервью «Москва-Баку» рассказала, как прошли юбилейные торжества и связанные с ними гастроли ансамбля. Она поделилась воспоминаниями о давней, но незабываемой поездке в Азербайджан, куда моисеевцы приезжали по приглашению Гидара Алиева. Легенда российской художественной гимнастики Алина Кабаева в эксклюзивном интервью «Москва-Баку» рассказала о своем фестивале, который пройдет 2 мая в ГЦКЗ «Россия», какой, оказавшись в главе «Спортэкспресса», ей хотелось бы видеть современную спортивную журналистику, и каково ее личное отношение к тому, что женщины, подобно Михребан Алиевой, ставшие недавно первым вице-президентом Азербайджана, начинают играть в политике ведущие роли. Известный российский историк моды, ведущий передачи «Модный переговор» на Первом канале Александр Васильев, недавно посетил со своей выездной школой Азербайджан и Узбекистан. В интервью «Москва-Баку» маэстро рассказал о том, почему решил посетить именно эти восточные страны, чем ему нравится Баку, а также рассказал о готовящейся благодаря первому вице-президенту Азербайджана Михребан Алиевой его выставке в азербайджанской столице. Кюфту крупные мясные фрикадельки готовят во многих странах Кавказа и Средней Азии. В новом выпуске проекта «Хорошо едим» портала «Москва-Баку» шеф-повар московского ресторана Олимп Джуниор Таптык Гасымов продемонстрировал, как приготовить это блюдо на мангале. 10 общественных и 11 частных пляжей откроют в Азербайджане в рамках реализации плана мероприятий по развитию пляжного туризма на 2017-2020 годы. Об этом на этой неделе сообщил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев. Шесть частных и общественных пляжей планируется открыть в Баку, по два частных и общественных пляжа в Хачмазе, два частных и один общественный в Ленкаране и по одному в Астаре. В Баку в Старом Городе с 19 по 21 мая пройдет первый масштабный фестиваль еды на открытом воздухе. В фестивале примут участие более 20 местных кафе и ресторанов, представляющих уникальные рецепты в формате стритфуд. Проект направлен на пропаганду азербайджанской кухни. Все гости смогут попробовать блюда как национальной, так и мировой кухонь, совершенно в неожиданных форматах. Помимо еды и напитков, посетители также смогут отдохнуть в приятной атмосфере музыки, принять участие в различных соревнованиях и конкурсах. Мегазвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан откроет развлекательную программу Гран-при Азербайджана Формула-1 своим грандиозным шоу, которое пройдет 23 июня. Имена других звезд мирового шоу-бизнеса, которые выступят в рамках Гран-при, пока не разглашаются. Напомним, Гран-при Азербайджана Формула-1 пройдет в Баку с 23 по 25 июня. Флешмоб в честь четвертых игр «Исламской солидарности» прошел в старом городе в Баку. 200 волонтеров в футболках с флагами стран-участниц и сламиады выступили с танцевальным номером. Как заявили организаторы, выбор старого города для проведения флешмоба не случайность. Именно старый город, как образец национальной архитектуры и культуры Азербайджана, признанный сегодня историческим заповедником, был выбран для организации акции, чтобы передать неповторимый дух Востока гостям Азербайджана из зарубежных стран. «Исламской солидарности» На сегодня все. Это была программа «События недели». В студии для вас работал обозреватель портала «Москва-Баку» Владимир Сухой. Мы еще не раз проанализируем с вами события предстоящих недель. Всего доброго! Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова